youtube привет всем привет это у нас volkswagen jetta мы будем разбирать снимать потолок вот ну начнем как всегда с простого вот здесь очень удобно сделано открываешь вот такой ручок мы видим да и как раз ручка фиксируется даже вот и удобно очень там шестигранник вот такой берем вот такую отверточку подбираем шестигранник и спокойно откручиваем струнули все поехали вот дальше вот этот вот солнцезащитный козырек я его уже частично снял сейчас покажу все очень удобно продумано по-немецки практично и просто вот что иногда так сказать разочаровывает и на 1 машину разбираешь можно голову сломать казалось бы зачем изобретать какие-то замудренные вещи наверно специально чтобы что-то сломать ну вот так она стояла вот так то есть его чтобы поставить надо вот так провернуть или наоборот когда вынимаешь и вот так делаешь здесь все предельно просто вот мы видим такой же шестигранник вот такой же лючок вот видно пяточка где лючок должен открываться и его толкаешь под ним вот он саморез вот все просто все хорошо все красиво все просто ну также это ручки их тут у нас четыре штуки вот сейчас снимаем все потихонечку снимаем да здесь то же самое как мы видим здесь тоже самое под саморез слава богу не стали мудрить а то есть и надавливать прокручивать и там залазить снимать обечайку эту ломать здесь все слава богу просто это хорошо сейчас все это снимаем и потом снимем дальше продолжаем вот я снял одну часть снял вторую как я уже говорил тут все просто то же самое стоит она вот так у нас вот отодвигается застежка и чтоб не терять эти болтики опять защелкнул положил когда будем собирать снял поставил ну я думаю дальше не надо снимать все одно и то же однотипно вот мы берем аккуратненько раз и вот что меня так сказать покорило что даже вот на вот эти ступенечки вот становится тут микролифт есть на ручке вот он становится сюда чтобы не мешать допустим откручивать ручку вот что есть продуманность грамотность и умеренность они изобретение каких-то замудренных как я вам что-то снимал не помню какую-то машину разбирал там чтоб не поломать но умудриться надо здесь все вроде пока должен продолжим продолжим значит что сняли мы противосолнечные козырьки впереди сняли 4 ручечки вот дальше здесь перейдем назад тут удобно лазить вот здесь таким образом стоит такая лыжа крепится она это лыжа вот таких опять же на пружинящей стали на таких вот четырехугольничках вот они они видны все они выщелкиваются вот один там остался мы видим вот она таким образом придумали конструктора здесь у нас что находится по идее антенка вот она какая-то явно видно вот подключение возможно тут еще еще что-то подключено вот вот это вот стопарик у нас и прикручено вот видим крыша вот эта панель она вот заодно по идее и вот еще у нас фонарик их тоже надо снимать по идее вот здесь вот на защелках вот мы видим сейчас я уберу штуку по идее вот они видны защелочки вот их можно поддеть вынуть и там будут саморезики самогрызики займемся сейчас извлечением этого второго фонарика продолжим так вот вот он наш фонарик поддеваем как мы видим здесь в любом месте вот такие зацепки снимаем дальше то же самое вот они зацепки их 4 немножечко поддевая отверткой снимаем вот эти зацепы вот отходит вторая часть и здесь тоже значит вот они с одной стороны вот так если вперед посмотреть здесь два вкладыша а здесь две вот в задней части кнопки нажимая на них мы значит снимаем отсюда из этой пазухи сам фонарик ну и вот здесь сжимая с двух сторон вот отсюда и отсюда можно снять кабель и то есть тем самым вот снять задний фонарик освещение продолжаем разборку салона мы имеется ввиду снимаем потолок первым делом здесь мы снимаем вот они защелочки расположены вот так видите как бы надо снимать вот так засовываем отверточку отщелкиваем легко снимается вот еще раз повнимательнее то есть снимается вот так вынимается дальше берем отверточку и вот здесь три места вставляем и как бы и отдавливаем сюда эту часть потом отщелкиваем вот здесь все довольно тут легко и просто выходит смотрим меня чуть отвлекли вот они эти защелочки вот раз вот она 2 вот она 3 вот она вынимается вот таким образом вот снимаем эту часть вторую здесь мы видим также под шестигранички подкрепление видно да вот я пытаюсь шевелить она держится не пускает сейчас выкручиваем эти шестигранички вот все одно и то же не надо никаких других ключей для этого нужен шестигранник и вот такая тоненькая отверточка которой уже сто лет в обед по моему ей столько же сколько и мне лет 50 уже и она служит вот как только мы вот эти два с саморезы к шестигранная головка выкрутили у нас появился доступ вот сюда здесь вот нажимая вот на этот выступ нажимая на этот выступ я не буду делать потому что упадет а мне держать некому он снимается нажимая вот на вот этот выступ от себя снимаем эту часть ну вот все раз повторю вот на это место нажимая снимается вот из этого разъема снимается вот эта часть фонаря дальше мы видим что здесь у нас еще вот уже два черных самореза которые держат вот эту часть ну вот и в принципе остальное все снимать незачем почему потому что это все как бы уже нам не нужно будет это все отойдет скорее всего с потолком как мне кажется хотя может я и не прав время покажет сейчас откручиваем два вот этих саморезика и смотрим дальше что будет как я и предполагал вывинтив вот здесь вот два самореза мы получаем вот эту часть как бы свободную здесь теперь у нас держится только вот на этих частях надо будет снимать вот эти части и эта часть освободится также надо будет снимать стойки но тут перед этим надо будет снять подголовники почему потому что когда крыша будет уходить вниз нам подголовники будут мешать вот сейчас как снимаются подголовники все просто вот он подголовник стоит вот здесь у нас есть такие как бы зазубринки на краю и поднимая подголовник вверх нажимаем вот эту кнопку и подголовник выходит из своего места ну здесь тоже самое расположены они с левой части оба и на этом сиденье и на этом слева снимаем подголовники и продолжаем дальше разборку продолжаем значит вот здесь в углу дальше вот здесь вот здесь и там значит по краю значит по краю по краешку вот вот в этих частях четыре самореза все то же самое вот они саморезики под звездочку вот выкручиваем с задней части крыши они там ее держат следующий этап разборки вот здесь вот есть поддеваем в нижней части так выворачиваем как бы сюда наверх вот там опять же у нас саморезы вот одна часть вот вторая на стойке дальше у нас на передних и на задних стойках то же самое здесь вот клипсы такие металлические мы их снимать не будем вот здесь то же самое вот снизу вверх поддеваю вот так отверточкой немножечко аккуратно здесь мы видим два окошка здесь вот и здесь под шестигранник и под саморезы то же самое откручиваем и продолжаем дальше разборочку да что ж такое не наводится вот мы занялись значит выкрутили мы этот саморез и как уже ожидается от немцев здесь карманчик и в нем находится наш саморез здесь дальше вот открывается вот они застежки наши вот вот она одна застежка вот она вторая застежка то есть одна так другая так защелкивается одна в металл он там входит другая здесь здесь вот у нас пера патрон стоит который может бабахнуть вдруг чего и вот несколько саморезов которые тоже чтобы снять потолок по идее наверное придется открутить может и нет я как бы еще не разбирал не знаю что тут будет либо так потолок снимется либо либо не так ну как бы я думаю это будет не сложно вот посмотрим сейчас что тут как крепится где то тут довольно плотно вот все это торопиться не будем посмотрим к чему тут и как вот сделано пока что освободим другу ну и по аналогии я вот поддел на центральных стойках вот мы видим тут же самый расклад центральная стоечка верхней части крепится саморезом шестигранным здесь она под резиночку заходит продолжаем дальше вот вот здесь вот шурупчик у нас находится я его приклеил чтобы не искать здесь вот эта вот часть вот эта часть она заходит вот сюда в крышу вот крыша тут как бы двухслойная вот где то она такая где то она с пластиком вот сейчас мы не добрались посмотрим все это отходит вот вниз двигается и как бы спокойно можно оставить даже получается не снимать резинки на других машинах приходится вот эти резинки снимать до низу ну все вот здесь открываем и в принципе потолочек должен у нас подосвободиться значит откручиваем здесь откручиваем здесь остальное у нас как мы видим уже держится как раз вот на этом месте вот сейчас продолжим как мы видим уже потолок потолок отошло осталось вот с одной стороны я уже открутил вот там видите малярский сквозь приклеил вот остался единственный саморез на чем держится крыша у нас это задняя крыша у нас опущена казалось бы радуйся работай вот все хорошо вот здесь саморез у нас этот будет но есть одно но вот тут ребята нам приготовили сюрприз вот уже видно во первых все тут это все делали тыкали крючками по идее вот вот походу не сделали и бросили либо сделали как бы наполовину потому что судя по вот этим рытвенам и затыкам тут все-таки кто-то что-то делал я так думаю потому что если вот это отодрать отдирать придется вот все это снимать я еще заметил когда вот здесь вот слева и здесь шестигранники а здесь подкрестик единственное как бы место где было но на заводе такого не бывает поэтому явно кто-то сюда уже забирался и что-то здесь пытались сделать ну когда мы это отклеим если увидим там под ней еще одна так сказать еще один вид шумоизоляции в общем тут радостей полные штаны будут вот вот поэтому что делать ну работать надо ремонтировать надо будем залазить и будем делать вот такая вот красота на крыше столкнулся я ну что делать будем работать град все равно надо делать ну вот еще раз мы посмотрим вот это видео говорит о том что вот так крючками ткали как раз напротив вот вмятины здесь были вот сама машина так поткаться пальцами не может я сейчас даже покажу как это делалось вот а потом чтобы вот эти вмятины скрыть они и здесь вот они видны под вот этой мастикой вернее под вот этой шумоизоляция они тоже если просмотреть вот внимательно вмятины видны ткали пытались делать прямо через вот эту шумку как это делается сейчас я покажу здесь и здесь это все видно вот эти вмятины пытались просто скрыть но я не знаю или скрыть или не скрыть нафига вот это вот заделали непонятно но явно видно по крыше что вот следы видны тычков а вот они ткали мягеньким мягеньким но ткали ну вот то есть как бы пытались сделать продолжаем наше видео вот мы берем подвес и крючок для ремонта градин вот у нас на удлинителях стоит одна острая насадочка одна насадка металлическая но в резиновой оболочке вот берем дверь и ставим допустим на заднюю дверь вот как говорил товарищ архимед дайте мне точку опоры я переверну весь мир вот так правятся вмятины и вот так вот вот так вот можно как раз наткать когда делаем вот таких вот наделать вещей вот либо в таком месте вот от такого вот от такой работы создаются вот такие вот птичочки и прочее ну по крыше это видно наклеили еще сверху то есть работали скорее всего парням где-то на станции было лень это все разбирать и они ткали все это через вот эту шумоизоляцию это тепло шумо виброизоляция получилась вот ну для нормальной работы придется все это удалять срезать вот чтобы по-нормальному поработать потому что ну что уже теперь мелочиться раз так сказать надо значит надо надо брать и делать по-нормальному это все надо демонтировать аккуратненько вот не будем уподобляться тем кто быстро делает вот как говорится не спеши а то успеешь ну что продолжаем праздничную разборку вот обсудив нюансы ремонта с хозяином решили вот эту всю красоту снимать сдирать кстати вот это вот хрень которая на потолке еще видно вот она она как стекловолокно и с ней надо аккуратно обходиться решили все убрать очистить с потолка и продолжать потом ремонт уже так сказать без проблем геморроя потому что все оно как бы все это мешается и потом по новой все это взять заделать обешумочку тут крыша на удивление без перемычек есть только усилитель впереди на лобовом стекле и заднее лобовое стекло тоже вот усилитель он тут двойной и на мастике ну там тоже есть вмятины под этими усилителями но что делать будем вот это дело усиливать так что вот такие дела работа кипит все движется ну а по другому аккуратно не получится поэтому решили не торопиться уже и спокойно все это поудалять и потом уже заняться непосредственно ремонтом ну что вот не прошло и полгода как мы очистили эту часть вот интересно конечно сделана крыша как я уже и говорю что усилителя только впереди и лобовое стекло и сзади мощные конечно а так крыша ни на чем не держится вот поэтому наверное что ты заделана вот это вот как бы жесткость потому что на крышу надави она и получается провалиться может вот для этого были вот эти матики сделаны которые как бы это все держат ну придется все это дело восстанавливать вот делать тоже защиту которая была бы в то же время и жесткостью но это вот чуть потом немножко времени и вот мы освободили крышу теперь можно работать вот ну основное конечно повреждение у нас крыша свободная усилителей на ней нету как я уже говорил как бы интересная штука получается вот посмотрим что дальше будет вот кстати вот здесь вот усилители с немаленькими отверстиями и вот здесь вот насверлены тоже дырочки вот то есть можно залезть крючком тоже здесь небольшого роста и здесь и здесь и здесь то есть неплохо сделано посмотрим как это все будет правиться вот пора начинать вот вот